Ребята, всем большой привет! Меня зовут Света, и добро пожаловать обратно в наш блог «Псы городских и края». Вы знаете, я сегодня решила поднять тему большого города, но не с той точки зрения, с которой я поднимаю её регулярно и постоянно. Тема выживания в большом городе, о том, как мы вообще справляемся с трудностями, которые преследуют практически любого собачника в городе, в мегаполисе. И, ну да, просто в любом населённом пункте, где ощущается явная нехватка зелёных зон, тишины, спокойствия, мест для выголов собаки и так далее. Но в этом ролике я бы хотела, вы знаете, немножко пересмотреть, так у меня плюсик лежит руки, пересмотреть немного своё видение города и всё-таки вывести для вас хотя бы три, я не знаю, потому что больше не получится. Это однозначно. Ну, хотя бы три плюса жизни в большом городе с собакой. Но уж всё-таки они есть. Они есть или их нет, или они есть. В общем, как-то так, друзья. Если вам интересна эта тема, то оставайтесь со мной и приятного вам просмотра. В первую очередь мне хотелось бы ответить вот первое. Первое и самое главное – это наличие непосредственной шаговой доступности ветеринарных клиник с профессионалами, с действительно хорошими специалистами. Конечно, выбор ветеринарной клиники – это отдельная такая история, отдельная сага. Я её не буду касаться, но в целом и в общем вот в моём районе минимум около трёх-четырёх ветклиник. Так, Люсь, я его спущу, он может упасть, вертится, как сосиска. Как сосиска вертится, да, Люсь? Ой, за нос меня и губы мне лизать. Конечно. Господи, ты мой сладкий мальчик. Поэтому, да, в ветеринарной клинике шаговой доступности, потому что собаки болеют, собак нужно водить на смотры, на плановые прививки. То есть это очень, как бы, наивно с вашей стороны полагать, что если вы заводите там породистую собаку или берёте собаку из приюта, чисто вообще здоровую такую, просто как бык, и думаете, что вы никогда не попадёте в ветеринарку, вы попадёте в ветеринарку рано или поздно. И я не говорю о болезнях каких-то, я не говорю о том, что вашу собаку свалит какой-то недуг, но просто собаку нужно водить к ветеринару, чтобы смотреть её, проверять, нет ли у неё каких-либо злокачественных там новообразований, чтобы, если что, можно было предотвратить болезнь на её ранней стадии, а потом мучиться лечить и так далее. А, Люсьик лежит. Поэтому, да, клиники это здорово, если вы живёте в каком-нибудь очень красивом, экологически чистом месте, но у вас рядом нет ветеринарных клиник, и вам нужно, например, ехать далеко в город, это не слишком удобно. В большом городе в этом плане, конечно же, гораздо проще, плюс у нас здесь есть... Ну, у нас, в принципе, здесь клиники, по-моему, практически все работают 24 часа, они работают также выходные в праздники, и даже вроде как есть такая условия, как вызов рационадом, то есть даже операции какие-то не очень сложные проводят в домашних условиях. По-моему, очень-очень здорово. Второй плюс. Я не знаю, вот серьёзно, я вам говорю плюс, но плюс ли это? Это то, что, вот, там, по крайней мере, район, где я живу, он достаточно чистый в плане работы коммунальных служб. То есть здесь реально чисто. Если выпадает снег, так его чистят. Если валяется мусор, его убирают. И никаких совершенно претензий к дворникам, к службам ЖКХ вот у меня лично нет. И вы скажете, ну типа, что такого, животным же вообще пофиг. Но вы знаете, не совсем, потому что, вы знаете, что собак нужно регулярно мыть. Мыть им лапки, когда ты приходишь домой с прогулки. Но когда на улице более-менее чисто, когда дворники расчищают там асфальт и так далее, то и слякоти меньше, и грязи собака домой приносит меньше. Но как-то комфортнее, вы знаете. Когда я жила в Костроме, там, конечно, замечательная природа, но ЖКХ нет. И собака все равно приходила домой. Настолько свинья. Вы не представляете. И я приходила свинья, и собака свинья. И вместе мы мылись. Ну, не вместе, конечно, по отдельности. Но приходилось мыться всем, потому что мы были свиньи. И каждый раз мы приходили, как поросята. Хотя замечательная природа, но ЖКХ в помине просто нет никакого. И, конечно, здесь еще вторая обратная сторона. Это реагенты. Реагенты отдельно зло. Просто зло, я считаю. Но, вы знаете, в последние, наверное, недели три, не знаю, почему. Может быть, из-за того, что погода такая, реагентов вообще нигде практически нет. И гуляет достаточно комфортно. То есть, мне нравится. Но я не могу сказать, что это прям супер-дупер плюс. А, ну да. Почему еще хорошо, когда ЖКХшники работают замечательно? Потому что есть такое уникальное зимнее явление, как гололедица. И когда у тебя собака большая, или две собаки, и они не супер послушные, не идут у твоей ноги, и боятся просто лишний раз дернуть в сторону и потянуть поводок, то вы поняли. В общем, если собака тянет, а на улице гололед, то вы просто едете за собакой или падаете. В общем, приятного мало. Поэтому, да. Спасибо нашим дворникам. Вы делаете вообще гениальный просто, на самом деле, труд. Я очень благодарна людям, которые вообще убирают улицы. Потому что вам должны достойно оплачивать этот труд. Потому что вы делаете повседневные будни населения людей комфортными. Вы позволяете им не опаздывать на работу. Вы позволяете им просто чувствовать себя комфортно. Мне кажется, это так здорово, это так прекрасно. И, не знаю, дворники, вы вообще молодцы. Я сейчас сидела, думала, типа, а какой вообще третий плюс города? И совсем такой, знаете, натянутый, натянутый плюс. Ну, скажем так, это транспортная развязка, но в той или иной степени. Ну, например, вам можно доехать до абсолютно любого пункта назначения с собакой. Быстро, комфортно, без всяких проблем. Сесть на электричку, на автобус, на метро воде с собаками. И большими нельзя, только на руках, если... Ну, на метро мы не катаемся с собаками. Но просто вот у нас есть здесь МЦД, МЦК. И ты просто садишься туда и едешь, куда тебе нужно. Собака, никаких проблем. Замечательные, чистые, просторные вагоны, относительно недорого кататься. И вот реально, куда тебе надо там? Вдруг какую-то ветернальную клинику особенную тебе нужно? Или на занятия там по ОКД? Или еще куда-то? В гости? В парк поехать, например, погулять? Я сейчас не катаюсь с собаками в парке никакие, потому что, блин, ковид и все такое. Я как-то лишний раз вообще не стараюсь, на самом деле, выезжать в город. Гуляю и здесь. У нас тоже есть, в принципе, ну, езди погулять. Но в будущем, может быть, летом будем кататься, будем приучать собак нормально себя вести в транспорте. Поэтому в этом плане, да. Я, конечно, понимаю, насколько это действительно натянутый плюс. Потому что, когда я жила в Подмосковье, я вообще никуда не ездила с собаками, потому что мне ничего не надо было. У меня было два леса. Прикиньте, два шикарных леса. Прекрасное озеро в лесу, где можно было купаться. И чистая вода была действительно. Аэродром. Здоровенный забросанный аэродром. Просто огромная площадка, поросшая травой. И собаки там раздоли. Ну, зачем? Ну, куда возить собаку, когда у тебя все под носом, можно сказать. Единственное, что, да, ветеринарная клиника. Там было две ветеринарные клиники. Они все были отстойные, ужасные врачи, ужасное отношение к животным. Я просто с дроганием вспоминаю эти дни. И, как назло, Линда тогда болела серьезными болезнями, что если бы мы промедлили буквально еще пару дней, то собаки бы уже у нас не было. Наш косяк тоже, потому что мы медлили. Но все-таки им удалось спасти собаку. Спасибо, конечно, им низкий поклон за их профессиональный труд. Но впечатление, вы знаете, как это называется, неприятный осадок остался. Такое, да. Сейчас я вожу своих ребят в нашу здесь местную районную клинику. И что интересно, вот просто такой ностальгический момент. В эту же клинику, в зооцентр, я водила свою первую собаку Долли из Паниеля. И тоже она достаточно так серьезно болела. И под капельницей лежала несколько часов. Ее тоже с того света буквально вытащили. Она была еще совсем маленькая. И врачи были замечательные. И хоть я там была вся на нервах, я была ребенок, я плакала. Но врачи такие, они вот умели создать расслабленную атмосферу. И даже вот помочь человеку, нервничающему за свою собаку, немножко расслабиться. И в этот раз врачи вроде бы уже другие. Я просто не помню, это было так давно. Но хорошие врачи, хорошее отношение к животным. Видно, что люди действительно любят собак. И всячески это показывают. И мы ходили на плановый осмотр до прививки. Ну, то есть как, там все вместе входит. Собаку осматривают всячески. Меряю там температуру, смотрю там уши, зубы и так далее. И вы знаете, ну прям видно, вот, как человек подходит к своей работе. Вот, нравится ему эта работа. Его это место или нет. И классно. В общем, я очень довольна нашими ветеринарами. И я не знаю, советовать. Я на самом деле не хочу советовать ветеринаров. Потому что я не специалист все-таки. Но вот, что есть, то есть. Поэтому, друзья, в заключение я хочу сказать такую вещь. Достаточно, может быть, не банальную. Вот, многие люди говорят, что в городе собаку держать, типа, нелогично. И это, конечно, ваше мнение. И вы совершенно можете его высказывать. Вот. Мое мнение заключается в том, что вы можете содержать в городе абсолютно любую собаку. Любой породы. Любого размера. Хоть 10 собак можете завести. Но с одним условием. Если в вашей собаке, собака, не будет проблемой других людей. Я не устанно это повторяю. Потому что что бы вы ни делали в городе, чем бы вы ни занимались. Ну, купили вы машину. Ну, не делайте проблему колясочникам. Ну, я имею в виду маму с колясками. Ну, не ставьте вы машину на тротуар. Да. Ну, видите себя нормально. Видите себя просто как приличные, тактичные люди, уважающие права других людей. То, что вам оказывается собачников. Ну, убирайте за своими собаками. Я не вижу смысла, на самом деле, убирать собачьи экскременты. И там в поле, или где-нибудь там в парке, в траве. Ну, я за своими собаками убираю только в городе. То есть, вот тротуар там, газончик. Там, снижал газон до 83 года. Вот если моя собака наделает там в тротуаре что-то, а Рюсик у меня сейчас иногда практикует такие моменты. Ну, какого хрена я буду оставать, простите, это вонючее дерьмо, в которое могут вступить другие люди. Если он наделает это где-нибудь вдали от людей, где-нибудь за домами, там в траве густой, конечно, я не буду убирать, но все равно впитается в землю. И никто туда все равно не вступит. Кто еще будет таким, простите, дебилом, который полезет куда-то в траву, в борщевик или в крапиву? Ну, зачем? Но все-таки все равно нужно быть адекватным и ответственным. Если все ваши там 10 собак ведут себя хорошо, они не проявляют агрессии в адрес других людей. Собак, они спокойно себя ведут. Они адекватные и безопасные для общества. Можешь удержать их в квартире, как вам заблагорассудится. Вот абсолютно. Конечно, будут такие люди говорить вам, о, там собаки на море, на море надевать. Но вы все равно должны быть ответственны за своих животных. Поэтому тут уже такое, знаете, я считаю, что, как бы вам сказать, проблема не в том, что собака держит в городе. Проблема в том, какие люди их заводят. И если бы люди хоть как-то, ну, все-таки думали головой, прежде чем заводить собаку в город. Потому что собака в городе, друзья, это вот умножьте всю ответственность на два. Если не на три пункта. Это правда. И мне кажется, что собака, воспитанная в городе, она, ну, в любом другом месте жительства, будет вести себя хорошо. Потому что, ну, город, ну, она прошла через все. Через огонь, воду, машины, медные трубы, социализация, транспорт и прочее. Такой собаке уже ничего не страшно. Но опять-таки, да, если вы рассчитываете свои силы или не рассчитываете, понимаете, что вы не подтянете там большую, серьезную собаку. Вот, кстати, у нас в районе есть два алабая. Гуляют на поводке, строго, всегда спокойно идут у ноги. Очень послушные, очень хорошие собаки. Ничего. И никто ни слова им не скажет. Гуляют замечательно. Ну, и другое дело, если вы заботите даже маленькую, какую-нибудь декоративную собаку, плюете на ее воспитание, в итоге она там бросается на все, что движется. Ну, зачем? А после вот таких вот собак-истеричек думают на всех. И на алабаев послушных, и на дрессированных там немецких овчарок, и прочих собак, которые в людском подсознании априори рисуются каким-то суперумным. Ну, вот. Ответственность, осознанность, адекватность и вежливость по отношению к другим людям. Тогда вы сможете уменьшить какое-то негативное отношение социума к вашей персоне и к вашим собакам до минимального уровня. Все, друзья. На этой позитивной ноте я заканчиваю свой ролик. Надеюсь, что вам было интересно. Расскажите в комментариях. Вот вы считаете, собака в городе это вообще как? Это нормально? Если вы живете с собакой в городе, как вы себя чувствуете? Были ли у вас какие-то мысли, там, переехать на природу, например? Или наоборот, вы хотите поехать с собакой в город? Ну, напишите нам свои мысли, пишите все комментарии в комментариях под этим видео. Не забывайте подписываться на мой инстаграм. Ссылка в описании. Также у меня есть блог на дзенпсы городских окраин, также называется, все ссылки будут внизу. У меня всего два таких творческих проекта. Но больше всего я все-таки сейчас занята инстаграмом, он как-то больше всего меня вдохновляет. Поэтому заходите, если вам интересно узнать больше о жизни с двумя вчарками. Но также немножко обо мне, потому что там не только о собаках все-таки. Пишите, подписывайтесь, подписывайтесь на мой канал. И уже очень скоро увидимся в следующих роликах. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok